Санаторный курортный сезон в пчелопарке Рождественский открыт. В этом году помимо медового лакомства здесь предлагают кое-что новенькое. Ульетерапия. Что это такое? Как запахи тепла и энергия пчелиного дома влияют на организм человека? Пчелопарк Сергея Богданова в селе Рождественка не просто большая пасека. Это своеобразный и сельский курорт. Где нет столпотворения отдыхающих, но есть та расслабляющая эмоциональная атмосфера, природные ландшафты и оздоравливающие процедуры, за которыми отпускники готовы мчаться на край света. Пчелопарк Рождественский находится в экологически чистом районе. И в радиусе 10 километров вокруг нет не только промышленных предприятий, но даже ферм. Зато есть природный заказник. Это поймы реки Липовый Донец. Здесь обитают косули, кабаны, лоси. И иногда по утрам они выходят на эти поля попасти. Вообще-то 100 гектаров земли вокруг засеянными доносами специально для пчел. Их в Рождественском много. 120 ульев расположились в аллее вековых лип, что остались отбывшие здесь некогда барской усадьбы. Из липы же сделаны и эти 5 аккуратных домиков. Не простых, а с секретом. С одной стороны в них кипит сельхозтоваропроизводство, а с другой проходят оздоровительные процедуры. Рабочие пчелы приносят с полей нектар и пыльцу. Через это отверстие они попадают внутрь и передают все собранное ульевым пчелам на переработку. Под таким лечебным домиком два улья. И в них живут и трудятся около 120 тысяч пчел. Понаблюдать за жизнью пчел можно изнутри домика. Здесь безопасно для человека, потому что лижанка отделена от ульев двумя слоями сетки. Но сквозь нее отлично видно, как живут насекомые, что они делают. Можно послушать, как они живут. Но самое главное – дышать. Пчелолечение – это и есть. Просто лежать, смотреть, слушать и дышать. Вверх в домик проникают не только звуки и микровибрации пчелиного роя, но и теплый воздух улья, насыщенный ароматами цветочной пыльцы, нектара, меда, перги, маточного молока, прополиса. В организм человека поступает целый комплекс целебных природных продуктов, необходимых для укрепления и поддержания здоровья, красоты и активного долголетия. Медицина лечит, а природа излечивает, убежден главврач 4-й городской поликлиники Белгорода Николай Болтенков. Еще будучи практикующим хирургом, Николай Петрович увлекся в фитотерапии, а потом прошел специализацию по апиотерапии. Так в медицине называется пчелолечение. Доктор и сам себя лечит пчелоужаливанием, и в поликлинике создал кабинет апиотерапии. Здесь есть и лекарства с пасеки, и пчелы в специальных контейнерах, и даже на иконах на фоне ульев – цветы из осимой и саватий, которые почитаются как покровители пчеловодства. В медицинских вузах России апиотерапии не обучают. Такую специализацию можно получить в рамках послевузовского образования. А процедуры, связанные с пчелолечением, необходимо проводить после консультации с врачом, подчеркивает Николай Болтенков. Ведь для ульетерапии есть как показания, так и противопоказания. Ульетерапия может использоваться при многочистости заболеваний. Но если, так сказать, классами, то центральная нервная система практически вся проходит. Периферическая нервная система вся подходит. Опорно-двигательный аппарат или мышечная система вся подходит. Инфекционное начало – не вся. Вот тут берем туберкулез – не подходит. СПИД – не подходит. Сахарный диабет, декомпенсированные формы, действительно, то есть тяжелые формы, не подходит. И острые процессы, которые, в общем-то, есть острый инфаркт миокарда и острые хирургические патологии. Не так уж и много. Это аппендицит, проводная язва. Зато при ряде заболеваний, которые плохо поддаются лечению обычными медикаментозными методами, например, при бронхиальной астме, добиться значительных результатов позволяет именно курс ульетерапии. И находясь 2-3 часа, в данном случае, если проводить курсы лечения, у больных практически уменьшается частота приступов бронхиальной астмы. И он не применяет гормональные препараты, он не применяет препараты, улучшающие дыхание и так далее и подобное. Это мы, в общем-то, видели здесь и наблюдали здесь при аппетерапевтическом эффекте. То есть, вообще-то, эта методика уникальна для лиц и людей, для оздоровления не только лечения, но и оздоровления, поднятия иммунитета, поднятия психоэмоционального состояния, снятия напряжения, улучшения умственной работоспособности человека. Татьяна Чуева из тех, кто не первый сезон, обращается за помощью к ульетерапии. В Рождественке, по ее словам, дышится полной грудью, а гул пчел успокаивает. Теперь вы ложитесь на топчан. Расслабились, неспокойно лежите. 4 часа можете отдыхать, наслаждаться. Я попала сюда в прошлом году, за медом приехала, и вот мне здесь понравилось. Воздух хороший, такой запах, запах прополюса, карамельки. Ну, когда мед качают, карамелька пахнет. Ну, вот я попала, мне получила. У меня вообще астма. Ну, как бы зиму я без болячек обошлась. Ну, и вот в этом году я опять приехала сюда. А еще тут все по-домашнему. После процедуры хозяйка поет гостей чаем, заваренным из душистых трав, собранных тут же, в Рождественском. Целые отрасли науки и промышленности сегодня работают на индустрию здоровья. Но, пользуясь новейшими достижениями прогресса, человек все чаще с вниманием обращается к подзабытым истинам, которые достались от далеких предков. Знаете, почему после свадьбы «Медовый месяц» называется? Почему? Мы не знаем, почему он называется «Медовый месяц». Да, кажется, «Медовый месяц» полюбовался там. Нет. Старину «Медовый месяц», от чего он пошел? Молодым обязательно дарили бочонок «Медовухи». И вот они «Медовуху» пили, выпивали, да, наслаждались любовью, как говорится, и проводили в объятиях весь этот месяц. Потому что мед – это сила. Гул пчел перекрывается шумом пилы. В Рождественском доделывают беседку для отдыхающих. Глядя на просторы вокруг, легко представить себе гостевой домик, где могли бы остановиться всей семьей те, кто надумал вырваться из суеты и шума цивилизации, чтобы оздоровиться в этих благодатных местах. Для Сергея Богданова пчеловодство всю жизнь было увлечением, а теперь стало не просто его хобби, но делом, большим и ответственным хозяйством. Это уже на профессиональной основе, на промышленную основу поставим. Здесь уже тяжеловато, но приятно. Когда чувствуешь свой труд, когда поднимаешь рамку, сразу результат виден на лицо. Понимаете, поднимаешь рамку, там она забита годом. Вот это вот, на душе приятно чувствуешь. Вот это я поработал вместе с пчелой. Не только я, но со пчелой. Для отдыхающих пчелопарк – это уникальная возможность совершить полезное и познавательное путешествие, которое царь Соломон в своих притчах рекомендовал так. «Пойди к пчеле и познай, как она трудолюбила, какую почтенную работу она производит. Ее труды употребляют во здравии и цари, и простолюдины. Любима же она всеми и славна, хотя силой она слаба, но мудростью почтенна. Здоровье, красота, покой и мудрость. Много ли вы знаете мест, где все это так сконцентрировано? Незачем ездить за семь морей в селе Рождественка Яковлевского района Медовый прори. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова